Путь к Богу Мы узнали, что в интернате, где учатся наши друзья, также есть театр, жестовый театр. Мы решили увидеть это своими глазами. Мы смотрели спектакль «Гуси-лебеди». Нам было все понятно и очень интересно. Доченька, а ты уже за братком догляди, за ворота не ходи, по деревне слуг пошел, чтоб овадились гуси-лебеди летали, малышей пугать. Налетят, покружат, да и уносят где-то, а куда – неведомо. Нам переводчик был не нужен, а многие жесты мы уже знали. Мы поздравили ребят с премьерой и пригласили на наш рождественский спектакль. Проповедяйте про то, да, что про книжное житье, да, про церковное питье, да, про Христово Рождество. Прикатилось Рождество господину под окном. Вставай, господин, вставай, дорогой, с аппетитом пуховой закроватите с собой. Открываем нос, запускай Рождество. Знаете, специально для постановки этого спектакля мы выучили специальные знаки, чтобы дети из интерната, глухонемые, смогли нас понимать. К примеру, дай им, Господи, всего-то всего, или пшенички, чечевички. Доброго вам здравия, хозяева! Жития на сто лет! Ржички! Пшенички! Овса, чечевички, утяток, цыпляток, козляток, поросяток. Достаточно непривычно и говорить словами, и показывать жесты. Ведь мы привыкли просто говорить, и если мы даже делаем что-то руками, это происходит непроизвольно. А когда ты показываешь что-то и говоришь, нужно сосредотачиваться не только на тексте, но и на специальных жестах. Лично мне было просто легко запоминать, не знаю почему, с чем это связано. С Новым Годом, со всем родом! Новая радость настала, я ко мне вертвала, над вертепом звезда ясна, светла сияла. Я в первый раз увидела такой вертеп. Я ни разу в жизни не видела спектакли с деревянными куклами. Они сделаны полностью из дерева, вот допустим, как этот Мишка. Мне больше всего понравился ангел. Вот так, ребята, хозяина с хозяйкой палить, господа не забывать, с главного начинать. Было очень удивительно понимать, как люди общаются друг с другом, как они вообще это все делают. И на практике, то есть я видел только, как общаются другие, а сам этого не пробовал. Всегда интересно для меня было, как это происходит на самом деле. Я когда попробовал, когда показали парочку жестов, мне стало очень интересно. Я показывать начал друзьям. То есть я пришел, показал одногруппникам, как я могу, какие мне научили жесты новые показывать. На самом деле это язык, на котором могут общаться, в принципе, все во всем мире. Потому что этот язык очень прост в понимании. Вот дай Господь нам подольше пожить, живот означает жизнь, да побольше нажить. Много времени мы проводили вместе, играли в игры, знакомились с воспитанниками патриотических клубов, разбирали автоматы, разводили костры, пили чай с самовара, ездили на съемочную площадку и знакомились с актерами телесериала «Соседи». И, конечно, посещали храмы. Были на совместных службах и знакомились с историей нашей Азовской земли. В завершении проекта в храме Святой Животворящей Троицы состоялась литургия в честь собора 70 апостолов. Служба проходила с сурдопереводом. Человек, который не слышит, он не имеет возможности понять, что происходит. Он может находиться в храме, но ничего не понимает. И теперь это преодолено. То есть мы теперь можем сделать их регулярными. Ну, если просто вот как жесты, то, в принципе, их выучить несложно. А если так, чтобы сохранять еще и молитвенное состояние, так, чтобы его передавать, ну, надо постараться. Иногда приходится прямо, ну, даже когда нет службы, когда нет перевода, просто вот стоять на службе, когда нет глухих, и мысленно переводить. Для того, чтобы вот это вот состояние и жесты, они как бы вместе были, а не отдельно, чтобы это были не просто жесты, не просто вот показ движения рук, а чтобы это именно молитва была совместная. Как-то один раз ощущал дом глухих, и мне это как-то так любило на сердце, что невозможно было с ними поговорить, потому что они тебя не слышат. А весь диалог был через детей, которые старшей дочке было 7 лет. Это вот мне как-то так впечатлило. И промыслом Божьим так получилось, что увидел, и появились люди, которые... Вот человек, который... Да, он ходит уже, начал ходить в ОК, общаться с лухими, и предложил батюшку. Есть общество, которое... Есть люди, которые желают иметь священника, которые бы... Могут бы с ними поговорить. Ну, как-то начал ходить в ОК, потом начал изучать, начали азбуку, потом уже с Патом, и отправили уже на курсы. У нас сегодня большое событие. У нас сегодня первое в Азове литургия с сортопереводом. Около 50 деток с 10-й школы интерната у нас молились и впервые смогли понять всю службу. В течение полугода у нас проводились беседы, проводились различные занятия. Мы им рассказывали о храме, о службе, о вере христианской, о заповеди, о том, что такое Таинство Причастия. И сегодня особый момент, особая радость у тех, кто причастился к Святых Христовых Таин. Сегодня у нас причастились около 20 уходимых, 18 человек. Испоглобия, не суждены, причаститесь к Святых Таинам в оздавление греховной и в жизнь вечную жизнь. Мы слышали пение и возгласы батюшки, а наши глухонемые друзья в тишине слышали Бога. За время проекта мы стали ближе друг к другу и Богу. Проект «Путь к Богу сквозь тишину» Это не просто проект временный. Я надеюсь, что это будет постоянное дело, которое будет совершаться в Азовском благочении. Азовский детско-юношеский арт-медиа-центр Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...